Добрый вечер! В прямом эфире ток-шоу Владимира Соловьёва «Поединок». После позорного проигрыша в лондонском суде Борис Березовский вновь оказался в центре внимания. Прозвучавшего в специальном расследовании Аркадия Мамонтова предположение, что заказчиком акции группы «Пусти Райт» в краме креста Спасителя, а также компанией в поддержке её участниц является беглый олигарх, стало предметом бурного обсуждения. Сам Березовский заявил, что не имеет отношения к «Пусти Райт», но был бы горд, если бы придумал это как проект. Кто действительно стоит за пандмалебном в главном храме страны? И какие цели преследуются? Почему судьбой хулиганствующих девушек так заинтересовались западные политики и звёзды мирового шоу-бизнеса? Нужно ли во всех наших проблемах искать руку Запада? Кто они, враги России? Внешние силы? Или, может, мы сами? По-моему, нас держат за идиотов. На государственном канале, за государственные деньги, то есть за наши деньги, нас натравливают друг до друга. Нам говорят, что мы, живущие в России, друг другу враги. Нам говорят, что то, что мы делаем, мы делаем по указке из-за рубежа. Это враньё, это мерзость. И то, что делает Мамонта у всех моих друзей, и у меня тоже, естественно, вызывает и возмущение, и омерзение. И я рад возможности сегодня сказать ему это лично. Пришло время сохранять страну, сохранять народ, сохранять свою веру от разрушения, которые несут нам люди, для которых Россия является лишь полигоном, для того, чтобы сделать жизнь для других лучше, но не для народа. Я принимаю вызов этого человека, который даже в своём выступлении не удержался от оскорблений. Посмотрим, кто из нас прав. На поединок вызывается лидер движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. На поединок вызывается журналист и телеведущий Аркадий Мамонтов. Уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашей дискуссии, звоните, присылайте сообщение на номер того из оппонентов, в позицию которого поддерживаете. Леонид, вы бросили вызов. Вам право первого вопроса. Я, кстати, не оскорблял Аркадия Мамонтова, я говорил о своём отношении к тому, что он делает, я ни слова не сказал о нём лично. То, что я думаю о вас, я оставлю при себе. Вы знаете, мне кажется, что то, что происходит в стране, очень тревожно сейчас. Оно тревожно не потому, что Березовский или ещё кто-то что-то делает, это всё ерунда полная, мне кажется. Оно тревожно потому, что мы стремительно скатываемся куда-то в XVI век. Оно тревожно потому, что нас пытаются разделить. И разделить так, как делили когда-то в раннем Средневековье по вере, по отношению к каким-то, ну, по вере, по символам каким-то и так далее. Людей надо делить на вменяемых и невменяемых. Те, кто воруют, а те, кто не воруют. Тех, у кого есть совесть, у кого нет совести. А не надо их делить на верующих и неверующих. Верующие и неверующие в России не враги друг другу. И главные враги России, я уверен в этом, находятся не в Лондоне, не в Нью-Йорке, не в Тагеране. Главные враги России находятся здесь. Это те, кто воруют. Это те, кто пытают в милициях. Это те, кто берут взятки. Это те, кто пытаются натравить людей друг на друга. Прочерпили. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Слава Богу, мы поздоровались. Вы знаете, то, что вы сейчас сказали, это такой, знаете, набор клише, который повторяют политики. То ли дело в вашей программе. Вы уже 20 лет, начиная с 1991 года. Почему вы считаете, что нельзя говорить об событии, которое произошло в феврале, в марте 2012 года, вот этот кощунственный акт в храме Христа Спасителя, почему о нем нельзя говорить? А если о нем можно говорить, то только с той позиции, что несчастные несколько женщин ворвались в храм, устроили там, да, мерзкий поступок, да, все плохо, но давайте их судить не будем. А почему нельзя рассказывать? Почему нельзя искать то, что произошло, кто за этим стоит, высказывать предположения, версии и так далее? Почему вы выступаете сейчас, Леонид, как нео-большевик? То есть вот это табу, об этом говорить нельзя. Вот Мамонтов, ты взял и сказал то, что нельзя говорить. А раз ты это сказал, значит, ты уже враг, ты уже страну разделил. Да не делил я страну. Просто в тот хор, который возник после этих событий страшных, перед судом, во время суда и после суда, только было слышно об одном, в интернете, в радио, по телевидению, о том, что да, девочки такие плохо сделали, но они девочки, они так... А то, что пуссирать переводится как бунт взбесившихся женских гениталий, об этом мало кто говорит. О том, что эти девушки взошли для каждого христианина на аналой и устроили там маски, пляски в масках, об этом мало кто говорит. О том, что сам предмет, что они делим маски, значит, какая-то совесть у них есть перед акцией, что-то их, значит, стесняло, да, они не открытым лицом, а с масками. Может, просто страх? Может быть, страх, я не знаю. Одну секундочку, я закончу сейчас. Теперь, во время работы над этим сюжетом, над репортажем, моя группа ездила в государство Израиль. Мы взяли интервью у очень уважаемого человека, Шмолия Рабиновича, раввина стены плача. Это место святое. Простите, а можно мы своим авторитетом будем обращаться, а не к израильским, американским и так далее? Одну секундочку, дайте я так говорю. Ну, конечно. Ну, зачем вы так? Я же вас не перебивал. Так вот, что сказал нам Равин, уважаемый? Он сказал очень важную вещь, потому что он человек верующий. Он сказал, что еврейские кладбища, синагоги, да и вообще святые места являются сакральными местами. В них нельзя устраивать какие-то богомерзкие акции. Ровно это, за это я и выступаю. Пожалуйста, вы хотите марш, вы хотите протест, ради бога, но не заходите в сакральные места. Зачем пришли? Понятно. Вы знаете, я не говорил, что про это нельзя говорить. Про это, конечно, можно говорить. И моя оценка, высказанная в ступительном слове, ну, совершенно возмущение, омерзение вашей программой, связана не с тем, что вы об этом говорили, а с тем, что вы говорили неправду, мягко говоря. Ну, или врали. Значит, пожалуйста, давайте начнем с лингвистики, на которую все почему-то ссылаются, да? Пусси Райт, как вы сказали, бунт взбесившихся гениталий, да? Значит, пусси – это не гениталия, да, не женская гениталия. Значит, пожалуйста, большой англо-русский словарь в трех томах, изданный издательством «Русский язык» в середине 90-х годов. Пусси переводится как кошка, кошечка, киска, котик. Второе – заяц. Третье – детская киса. Четвертое – сережка на вербе. Значит, и только шестое – грубое, написано это грубое – женские гениталии. Оксфордский словарь – то же самое. Неформально – кошка, вульгарно – сленг женские гениталии. Вы знаете, есть русское слово «хозяйство», да, которое означает очень много чего. Но некоторые люди, не совсем здоровые, когда слышат слово «хозяйство», они думают о своем члене. Это бывает такое, да? Но это вообще не есть норма русского языка. Вы ведь в Америке жили? Я жил в Америке. Ну, не жил, а работал в Америке. Тогда, извините, мне нравится, что вы приводите пример. Ну, я довольно часто там бывал и жил некоторое время, преподавал. Вы меня, конечно, извините, но для любого англоговорящего, вот здесь они не будут брать русско-английский словарь, и там «пусси руан» – это «пусси руан». И поэтому, даже когда вы берете «Оксфорд Кембридж декционерий», они тоже вам скажут «Ант ю пусси?» И ты не подумаешь, что и говорят, не правда ли ты кошечка. Нет, это оскорбление. Поэтому давайте оставим... Володя, это не так. Нет, Леонид, это «А-так» и «П». Вы только что обвиняли в чуждых авторитетах Мамонтова, чтобы здесь попытаться преподнести... Нет, я говорю «словарь», я говорю «словарь», но как-то никто из нас не является филом. Ну, слушайте, но сейчас в Америке, если нас бы смотрели, они бы убирали от смеха. Оказывается, и «пусси» нормальное слово. «Пусси», значит, «пусси-кэт», знаешь, что такое? Когда «пусси-кэт», тогда да. А вот тогда «пусси-кэт», это уже вполне конкретно. Хорошо. Но самое главное, конечно, самое главное, конечно, другое. Вы меня обменили во лжи. Вы солгали, вы кошечку не увидели. Нет, нет, нет. Про кошечку совсем другого. Вы солгали в другом. Вы солгали в другом. Давайте я объясню. Березовский-то есть там или нет? Березовский, младший или не лодший? Вы сказали. Я сказал, что вы соврали, да. Но я не все сказал. Вы просто неправильно используете слова. Вы просто исправили так, как вам удобно. Так же, как хозяйство, понимаете? Как помните Вовочка, говорит, Марья Ивановна, я всегда об них думаю. Вы только что сказали о том, что можно и каждые люди, английские люди, в разговоре. Да нет, ну там сомнение. Это Соловей сказал. Они английский человек. Они говорят. Хуже. Вообще еврей. Вообще еврей. Да, я тоже. Вот английский язык, я не знаю, как знаете вы, я его знаю и не понимаю. Я знаю английский язык, скажу честно, хорошо. Евреи, не евреи, русский, не русский. Сейчас говорим о другом. Можно я скажу, где вы соврали в передаче? Можно я скажу, где вы соврали в передаче? Про Березовского соврал или нет? Первый раз, первый ваш пункт, бит, дальше. Он разумеется, бит, бит. Нет, ну я понимаю, что вы вдвоем, так сказать, добиваться. Я за английский язык, Лёнь. Я понимаю, я тоже за английский язык, я тебе привел Оксфордский, Кембриджский и Русский словарь. Но возьмите многое, потому что если возьмете словарь Даля, в словаре Даля слово «мужик» имеет негативный характер, и воспринимается как грубьяный прочь, а у нас сейчас позитивно. Да, но Даль писал, неизвестно, очень-очень давно, а я привожу современный, современный, живой английский язык. не имеет однозначного в данном случае ограничения. А, значит, уже все-таки... Можно мы перейдем дальше? А Пуссерайт это кто тогда? Можно мы перейдем дальше? Это виситшиеся кошечки? Вы в своей программе, ну можно сказать бунтующим. Вы в своей программе, вы в своей программе. Накладываете звукоряд и видеоряд. Там выступает адвокат Пуссерайт. Это называется монтаж? Монтаж, совершенно правильно. Ну я же не профессионал, это вы профессионал, вы так умеете монтировать. Так вот вы наложили слова адвоката, который говорит, мы будем устраивать акции в поддержку Пуссерайт, и показываете этих идиоток, которые, и совершенно мерзких девок, которые спиливают крест... Каких девок? Фемен. Фемен, как они там называются. Вот эти, которые голые там танцуют, да? Значит, которые спиливают крест, поставленный в память жертв репрессий. Полные дуры, полные дуры, совершенно мерзость. Вы накладываете, абсолютно, так же как идиоты, те, кто спиливает поклонные кресты у нас. А можно один задний вопрос? Так вот, простите, я не закончил. Так вот, адвокат, из вашего фильма получается, что это адвокаты Пуссерайт устроили спиливание крестов. Это чистое вранье, это, разумеется, никем не доказано. Теперь вся ваша вот идея, вашей программы, я сейчас не говорю о вранье, которые были в других ваших программах, с трансплантологами, например, когда ваш фильм, когда вы обвинили трансплантологов в преступлении и операции по пересадке органов были задержаны. А можно все-таки про сегодняшний день? Да, вот сейчас вы начнете вспоминать передачу про шпионский камень и попадете в непривычные ситуации, потому что когда все псевдодемократы были пойманы на тупой лжи, Хотя они кричали, что Мамутов-то сошел с ума. Я ничего не кричал, я ничего не кричал про камень. О, зато кричали все кому-нибудь и опять орут. Понятно, их нету. Так вот, секундочку. Их вообще нету, они фантомы. По поводу Березовского и прочих, вся идея вашей программы, вся идея вашей программы абсолютно высосана из пальца, ничем не доказана. И я считаю, я считаю, что она оскорбительна для очень многих людей. Почему? Потому что вы сказали, вы сказали, ну для меня, например, я выступал в поддержку Пуссера. А вы за Березовского? Нет, нет, я не за Березовского. Вы же в администрации от президента. Я никогда не работал в Березовском. В 96-98 году были советником Чубайса. Я был в 92-м. И встречались с Борисом Абрамовичем на Старой площади. Да, да. Это вы встречались с Борисом Абрамовичем на Старой площади. Я с ним не общался. Вот я с ним не общался никогда. А я много встречался с Березовским, но не на Старой площади. Но это не важно. Так вот, вы сказали, что люди, которые выступали против этого суда, не в поддержку Пуссера, а против этого суда. Эти люди выступали за деньги, выступали потому, что их нанял, заставил, обманул Березовский. Это вы соврали. Я выступал против этого суда, мне никто ни копейки за это не платил. И выдающиеся деятели русской культуры, которые выступили в их поддержку, вы считаете, что им тоже кто-то заплатил? У вас совести есть вот немножко? Давайте. Послушайте, Леонид, вы знаете, вы похожи на... Давайте не переходить на личность, а то я скажу, на кого вы похожи. Нет, нет. Давайте говорить о деле, а не друг о друге. Конечно, похоже, а ваше выступление похоже, я имею в виду, похоже на такое, знаете, была такая в 19 веке предшественник пулемета Эльтальеза. Там крутили ручки, и она так чик-чик-чик-чик-чик и выстреливала. Так и вы. Вы свалили в кучу все, абсолютно. Пытаясь забить, и зрителя в том числе, таким дымовой завесой якобы фактов. Зависит, что это вы говорите. Значит, ну, я вам сейчас попытаюсь ответить. Значит, по поводу Транспалтулок, отдельная передача, я вам отвечу, если хотите, это первое. Можно не здесь. Да, второе. Значит, по поводу монтажа клипа. Значит, смотрите. Фегин выступал и говорил, что мы организуем поддержку вот этих вот кочуниц по всему миру. Он говорил это перед публикой. Говорил? Говорил. Дальше, дальше. Значит, выступления были? Были. Мы их показали. Крест спилили в Киеве. В ознаменовании чего? Вам говорили, группа ФЕМОН, знаете об этом? Нет? Они спилили его в поддержку вот этих самых кочуниц. Это второе. Одно секундочку. Идиотов до черта. Послушайте. Это правда. И адвокатов идиотов до черта. Нет, я имею в виду идиотов, которые спили. И адвокатов идиотов до черта. И адвокатов, кстати, тоже. Так нет. С Березовским. С Березовским. Теперь с Березовским. Значит, почему нельзя было мне не слушать то, что мне говорят с радио и с телевидения об этих кочуницах? Я искал. Не может быть такого, чтобы эти женщины сами по себе пришли в храм. Против чего вы-то выступаете? Почему вы сейчас так нервно реагируете? И ваши друзья, как вы говорите? По одной простой причине. Для народа стало ясно, что это не спонтанная акция рассерженных сердец революционеров. А что это хорошо организованная акция, которая призвана для того, чтобы демонизировать. Конечно, прежде всего Путина, однозначно. Потому что человек уперся по Сирии и Ирану. Понимаете? Уперся. Не стал выполнять. Значит, давайте его демонизируем. И демонизировать Россию. Я не знаю, зачем это пока делается. Какие нас ждут коллизии дальше. Осенью, зимой и весной. А доказательные базы есть у вас? Значит, что касается Березовского. После выхода программы, про провокатора, часть первая, мне позвонил человек, вот этот вот Вишняк Алексей. Который сказал, что у меня есть информация очень интересная. Я его пригласил, мы с ним долго беседовали. Он у меня это все рассказал. Мы это перепроверили. Как перепроверили, я вам говорить не буду, потому что это мое, так сказать, дело. И я посчитал нужным это вынести в эфир. Это первое. Второе. Письмо мы нашли девушке, которая еще в 2008 году писала человеку, которому я доверяю, о том, что ей предлагали участвовать вот в этих делах. Мы нашли американца, который нам дал интервью. А я склонен ему верить. Почему нет? Он работал в администрации Рейгана, был советником. Хорошо знает политику внутреннюю американскую. Что здесь плохого? Почему нельзя? Вот эти факты, вот эти предположения, эти версии... Платили по 100 тысяч не российским, а международным звездам. Почему нельзя это было сказать? Почему нельзя было это обнародовать, эти факты? Что я нарушил? Негласный запрет на это все дело? Только в одном хоре мы должны, Петя, говорить. Ой, бедные женщины, вы пришли в крам, навалили там кучу дерьма, а сейчас вас посадили. Давайте их отпустим. Я должен был присоединиться к этому хору, что ли? Нет. Я сказал то, что я хотел сказать. Я никогда не иду в кучу, понимаете? В общий, куда-то. Я стараюсь разобраться в событии. Я в этом разобрался. И второй момент. Третий. И, ну хорошо, пускай будет третий. Ну, не надо так. Все же вы. Третий. И третий момент. Я сейчас закончу. Значит, у вас есть что-то святое для вас? У вас есть святое для вас? Да, для меня есть. Есть. Для меня тоже есть. Вы согласны, что я тоже человек, и у меня тоже есть что-то святое? Согласны с этим? Не подвергал сомнению. И у миллионов других людей в России есть тоже святое. Для многих людей, их 50 там, больше миллионов людей, святое – это русская православная церковь. Мне, например, задевает и обижает, когда мою церковь называют РПЦ. Мне не нравится это. Я-то ведь не наживаю там ваших друзей, не буду сейчас уподобляться вам там по-всякому, мерзость, еще что-то. Никогда себе этого не позволяют, ни в одном споре, ни в одном ответе на письмо. Почему вы-то себе это позволяете, и такие, как вы? Но суть не в этом. Значит, я защищаю веру предков. Как Владимир Соловьев или другой любой человек другой веры защищает веру своих предков, имеет на это право всеми доступными способами. Не важно, при этом уважать веру в других. Не я пришел в храм, не я там устроил пляски на аналои, не я кричал «срань Господня», не я кричал это. Зачем вы пришли в храм, зачем вы устроили там пляски, не надо бы их устраивать, ничего бы не было. А сейчас вы что, а сейчас вы мне угрожаете физически? Вы знаете, сколько мне писем пришло? Не сам, реально. Мы тебя зарежем, убьем и так далее. Я нет. Да не вы, я говорю, ваши друзья. И то спасибо, да. Пожалуйста. Вот и всего. Притом, мне кажется, да, здесь идет... Если я правильно понимаю, у вас пошел параллельный разговор. Да, как это совершенно проразно. Нет, не там дело, вы возмущались тем, как прошел суд, а Аркадий снял фильм не о том, как прошел суд, а о том, кто стоял за идеей акции в храме. Аркадий ни словом не говорил, хорошо прошел суд, плохо, он говорил о том, кто стоял за этой, хорошо, по мнению Аркадия, продуманной, спланированной и организованной акцией. Значит, ну... Если я правильно вас услышал, я поставлю. Да, конечно, конечно. Я про акцию в храме вообще, добро слова, никогда не говорил, мне она не нравится. Мне вообще не нравится, когда люди пляшут в храмах, вот, по-моему, это не место, и пляши за стенкой, за стенами храма. А я всегда говорил, мне просто не нравится, мне просто не нравится то, как проходил суд. Мне не нравится, как проходил суд. Мне не нравится... Простите, пожалуйста, теперь я говорю. А теперь я говорю. Мне нравится, как проходил суд. Теперь по поводу все-таки вашей программы. Вы знаете, мои претензии к ней как были, так и остались. Я как считал это враньем, так и считаю. Вы привели письмо неназванной девушке в 2008 году. Вы знаете, судя по всему, что я о вас знаю, я честно говорю, у меня возникает такая гипотеза, что вы его сами написали. Мне так кажется, на самом деле, имею право на такую точку зрения. Вы никак не доказали, что это реальность. Вы привели свидетеля вот этого самого Алексея Вишняка. Значит, сегодня адвокат Раиса Тернова написала, что в 1991 году, когда она была стажером, еще адвокатом, она была потрясена судебным процессом против Алексея Вишняка. Алексей Вишняк убил своих родителей, потом теркой себе раскровенил лицо. Когда вы спросите, зачем ты это сделал? Он сказал, что он слышал голоса. Его признали невменяемым. Вот невменяемый убийца сегодня торгует в храме Христа Спасителя, там магазин, и он ваш главный свидетель. Но дело не в этом, на самом деле. Дело не в этом. А дело в том, что вы пытаетесь, вы пытаетесь на, вот, на самом деле, мелком и ничтожном эпизоде расколоть страну на своих и не своих. И таким образом, таким образом, вы не защищаете страну, а вы ее ставите под угрозу очень сильную. Вы говорите, что вы защищаете свою веру, я не знаю, с каких пор вы верующие, вы раньше верующим не были, а я защищаю свою страну. Понятно. Мы продолжим и выясним все-таки, кто это Вишняк и что за документальные базы. И если можно, в третьем раунде я все-таки уточню, потому что прозвучало как довольно жесткое обвинение, оскорбление, что вы знаете Мамонтову настолько, что письмо мог написать он сам. Поэтому, если можно, в третьем раунде я к этому вернусь. А пока присаживайтесь, пообщайтесь с вашими секундантами, а я отправлюсь к нашему третейскому судьбу. Я когда давала интервью, четко, совершенно проговорила, почему вы боитесь произносить это слово «пусси-райт». Это «бунт», говорила Толоконникова, сама переводя его на русский язык и то, что закладывалось в это название. Это многократно было уже озвучено. Аркадий, главный посыл, вы возвращаете страну в 16 век. В 16 веке, это 1400 и прочие годы, Россия была монолитна, потому что и вера тогда была монолитна, еще даже раскола не было. Поэтому 16 век с точки зрения нравственного здоровья общества, это не надо. Что впрямую влияет на экономику и обороноспособность нашей страны, а совершенно никакие внешние заговоры, которые пытаются якобы довелением на церковь развалить Россию. Бред с его и кобылой, которые не укладываются ни в какой голове. То есть чисто и судили. Насчет врагов я не согласен внешне. Скорее сказать от обратного, у нас нет друзей в России, за исключением братского белорусского народа и нескольких латинско-американских стран. Все остальные, все наши враги, они как минимум нас не любят, как максимум они нас ненавидят. Вы развели, она же не поменялась, ему нечего больше сказать. Предлагаю, когда будет разбор письма, смог ли ты сам написать такое письмо, дать слово Сергею Скалову, пускай он скажет то, о чем он говорил с Березовским. А он все-таки не положен на них там, да, он потом будет выступать. Я не могу повернуться и сказать, Сергей, тебе слово нахуй. Хорошо, тогда просто надо будет, потому что то, что рассказывал Сергей, оно фактически, да, сейчас я это скажу. То есть это то же самое, что написала эта девушка. Великий человек, чтобы об этом говорить, хватает у нас врагов, но это не значит, что мы должны залезть в окопы, срочно каски одеть и занять оборону. Они нас так возьмут, они нас экономически уже добивают, мы уже на грани находимся. Все наши финансы выводятся на запад, нашим руководителям нашего государства. Они вложены во все фонды, которые не вернутся уже никогда, назад они не вернутся, они специально Путиным вложены с целью невозвращения. Сегодня наш третейский судья, писатель, историк и мой коллега Игорь Волгин. Игорь Леонидович, неожиданно получилось то, что вдруг внимание общественности отошло от самой акции в Храме Христа Спасителя на судебный процесс. И сегодняшняя наша передача, если угодно, возвращает к исходной точке. Кто за этим стоял? Кому это может быть выгодно? Ну, я думаю, что за этим стояли все мы. То есть не нужно искать каких-то ресурсов на Западе. Хотя они там есть, и Березовский не зря сказал, что он рад был бы, если бы он сам придумал такую акцию, как креатив некий. Он был бы рад. Но это наше ноу-хау. Это наше ноу-хау, потому что мы как бы к этому вели, к тому, что произошло в Храме Христа Спасителя, мы к этому готовились много лет. Потому что все наше телевидение, ну, значительная часть, наша культура и государство, которое подмигивало, если звучал мат в театральном пространстве, со сцены, если по телевизору показывали то, что показывать нельзя. Если бы половой акт совершался на глазах умилённых зрителей, то почему нельзя в музее, тем более в зоологическом, его провести. Мы за этим стоим. Конечно, конечно, Запад это поддерживает. Ну, не весь Запад, конечно, а определённые, скажем так, круги. Но не надо демонизировать Березовского. Он не такой великий стратег, мне кажется, как мы его представляем. Он достаточно человек ограниченный. Вот. И я помню, знаете, вот когда был процесс Берия, когда Берия арестовали, ну, вы не помните. А я помню, значит, там, помимо всех прочих его, значит, заслуг, там ещё говорилось, что он английский шпион. Ну, куда ещё английский шпион? Ну, это уже было... Да и без этого хватает. Конечно, он... Тогда было необходимо перешить историю с Бакинскими. С Бакинскими, да, вот его там как бы там двусустренная очень роль была. Ну, у Березовского и так грехов хватает, и я не думаю, что он до этого додумался и что он за этим стоит. Хотя, конечно, он в этом лагере. Ему это радостно. Вот. Это наши, 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 знаете... Вот у Достоевского есть такая сцена замечательная в дневнике писателя, как, значит, к исповеднику на коленях приползает человек, который по наущению своего товарища сдержал причастие под языком, вышел, значит, из храма, положил причастие на бревно, и в него прицелился из ружья. Ему явился спаситель. Он упал, значит, в обморок, без чувств, и вот он, значит, как бы замаливает свои грехи. И Царский говорит, что русский человек, он как бы склонен доходить до крайности, свердится, свесится от пропасти, даже в него свердится. То есть он человек крайности. Ему самое большое кощунство близко. Но это кощунство, как бы, понимаете, такой душевный порыв. Это кощунство, рассчитанное, конечно, рассчитанное, просчитанное, алгебраическое. Это сценарное кощунство. Понимаете, это, помимо того, что это кратчайший путь к славе, такая фабрика звезд. Мы теперь узнаем, кто же режиссеры и продюсеры этой фабрики звезд. Не уходите далеко, и сразу после небольшой рекламы мы продолжим передачу. Мы продолжаем передачу. В поединок вступают гости программы, у которых есть вопросы к нашим участникам. Но перед тем, как предоставить им слово, мы завершили на такой высокой ноте. Аркадий, вас Леонид де-факто обвинил в том, что вы использовали в качестве основного свидетеля обвинения человека, который был виновен в убийстве своих родителей и признан невменяемым. У вас есть документы, Леонид? Нет, а я сказал, что это заявление адвоката. Вы ссылаетесь на кого? Я ссылаюсь, в отличие от вас, вы ссылаетесь на анонимную девушку, а я ссылаюсь на человека, который имеет имя, фамилию, и который это свидетельствует. Вот я на нее ссылаюсь. Все. По-моему, это более убедительно, чем ваши ссылки. Я думаю, что вы здесь не правы, Леонид. Его отец, Виктор Вишняк, актер театра Маяковского, был убит тогда, к сожалению. Такая трагедия произошла. Его под судом доказали, что он убийца, да? Это говорит адвокат. Это не говорит суд. Когда вы достанете документы уголовного дела, экспертизы... То есть про Березовского у вас тоже есть уголовное дело. Сейчас по очереди. Я говорю про убийство. Про убийство речь идет, а не про Березовского сейчас. И про обвинение Вишняка. Поэтому, когда у вас будет на руках уголовное дело, постановление суда, экспертиза, где будет четким, доказано официальными лицами, не адвокатом, что он убийца, тогда и будем разговаривать. Я рад, что вы это не опровергаете. Я не то, что не опровергаю. Я просто вам вежливо отвечаю на этот счет. Ну, замечательно. Будьте любезны. Андрей, пожалуйста. Да. Андрей Кондрашов, политический обозреватель телеканала «Россия». Значит, что меня удивляет? Удивляет то, что история совершенно ничему не учит спикеров от нашей уважаемой либеральной общественности. Однако, все-таки, давайте вспомним еще раз. Как уже опомянул Владимир Соловьев, 2006 год. Аркадий Мамонтов делает большой репортаж о шпионском камне. Теперь же знаменитый репортаж. Боже мой, что тогда началось? Только ленивый не оттоптался на бедном Аркадии. И тогда там у вас, я называю вас, имея в виду тех, кто любит и сочувствует эху Москвы, было просто правилом хорошего тона что-нибудь плохое сказать про Аркадия. Проходит ровно шесть лет. Месяц в месяц советник Тони Блэра делает заявление и признается, да, камень был наш. Кто-нибудь хотя бы из тех хоть раз принес извинения за те обвинения во лжи, которые были высказаны в адрес Аркадия Мамонтова. Аркадий, ты, по-моему, говорил только Гельман, да? Тебе позвонил, либо в Твиттере написал, да? Был такое? Да. Больше никто. Поехали дальше. Ко мне лично есть претензия, нет? Сейчас. Простите, ко мне лично есть претензия? Сейчас, сейчас договорим. Он говорит о ваших претензиях. Андрей, у меня будет к вам вопрос, к которому я так вот долго подхожу. Долго, потому что это стоит. Пожалуйста, Андрей. Тот же 2006 год. Аркадий Мамонтов делает еще один большой репортаж о секретных тюрьмах ЦРУ в Восточной Европе. Помните, что тогда опять поднялось. Мы тогда насчитали порядка 20 российских средств массовой информации, которые в один голос с Ющенко кричали, что Мамонтов выполняет заказ врагов Украины, врагов Польши, Румынии и так далее. Проходит гораздо меньше, чем 6 лет. И сама Европа признается в том, что тюрьмы-то есть. И не только Украина, которая, кстати, тогда Аркадию запретила въезд. Да, был такой Аркадий? Да, да. Вот. А моего оператора арестовали в Борисполе? Вот-вот. Но не только Украина, как выяснилось. Демократа арестовали, оранжевая. Но и Польша, и Румыния, и Литва, и еще ряд стран имели непосредственное отношение к проекту ЦРУ по секретным тюрьмам Восточной Европы. Кто-нибудь тогда хоть раз вспомнил, что Аркадий Мамонтов был первым, кто поднял эту тему среди российских СМИ? Да, идем дальше. Оранжевая Украина. Тогда, на тот момент, Аркадий Мамонтов был в числе первых, кто предположил, что, возможно, оранжевую революцию спонсирует Борис Абрамович Березовский. Что тогда говорили СМИ, которые его обличали снова во лжи? Боже мой, как вы так можете? Вы и здесь нашли следы Березовского, он везде вам мерещится, просто потому, что вы не можете признать обыкновенный факт. На Украине есть зрелое гражданское общество, которое искренне ненавидит Кучму. Да, есть. Было такое общество, но и Березовский был. Потому что уже скоро Украина сама обнаружила 22 миллиона розданных Березовским на оранжевую революцию, после чего уже сам Березовский в интервью сказал, да нет, не 22, я потратил 45, а если все вместе посчитать, что раздал, так и больше 50. И вот теперь вы все начинаете как ужаленные кричать, что ах, вы и Березовского здесь нашли в связи с Пуссераем. У меня вопрос, уважаемый Леонид. Вы, как честный человек, а я в это верю искренне, не боитесь, не опасаетесь, что пройдет совсем немного времени, и вам придется извиниться перед Аркадием Мамонтовым. Спасибо. Вы знаете, ну там насчет тюрем на Украине суд обязал, украинский суд Седоросматова обязал опровергнуться информацией, ну это ладно. Вы знаете, я пришел сюда, я думаю, что если кто вот смотрит, ну те, кто смотрят передачу, смотрят не для того, чтобы разобраться в том, Аркадий Мамонтов хороший человек или плохой человек и так далее. У него есть свои зрители, свои фанаты, так сказать, да, вот, и в конце концов они смотрят и смотрят, это их дело, да, это их дело. Мне кажется, что мы должны говорить, ну и мне хотелось бы говорить о других вещах. И в том, что вы сказали, вот вы упоминаете Березовского. Я, как уже сказал Аркадию, я с Борисом Абрамовичем не имел удовольствия общаться, один раз шапочно в коридоре поздоровались, больше ничего не было. Вот, но мне не нравится то, что говорят с вашей стороны, если уж вы используете эти термины, хотя мне предельно не нравится на самом деле. Мне очень не нравится это зрение на ваших и наших, да, предельно не нравится, мне кажется, что очень опасно для нашей страны. Да, мы все здесь наши, мы все здесь наши. Так вот, секунду, можно я отвечу, можно я отвечу. Не нашисты в смысле, а наши. А вот видите, вы сразу взяли, тут же отделились. Ирлык пояса. Смотрите, говорите, да. Вот мы все наши, но не наши. Сразу Ирлык. Леонид, будьте последовательны. Нашисты, понимаете, нашисты люди, ну, несчастные, их, так сказать, пожалеть надо, и надеются, что они придут в разум. А самый большой волонтерский лагерь после трагедии в Крымске был лагерь, как вы называете, нашисты. Можно я отвечу, можно я отвечу. И ребята там работали без всякой попытки пиарить себя. А я же не говорю, что все негодяи, конечно нет. Конечно нет, я про руководство, прежде всего. Вот руководство негодяи, а они нормальные. Конечно. Это такая манера России. Люди хорошие. По главе, Чубайс. Да, пожалуйста. Можно я скажу? О, ура, ура. Второй раунд, второй раунд, но все-таки сказал. Я знал, что вы полюбите. Молодец, молодец. Слушай, так долго держался. Нет, вообще не держался. Так долго держался. Так вот, понимаете, опасно же, вот, я, мне, честно говоря, совершенно наплевать на то, что там будет с Березовским, да? Как меня, в общем, не очень интересовал суд с Абрамовичем, вот этот. Вообще мне это не интересно. Меня интересует, что у нас в стране происходит, да? А у нас в стране бюджет принимается, не пойми какой. Дефицит пенсионного фонда более триллиона. То есть извиняться не будет. Дорог нет, преступность и так далее, и так далее. И во всем этом, что Березовский виноват. Понятно. Так может быть, можно перестать искать врагов вокруг, а бороться с собственным воровством, с собственной дуростью, да? И обустраивать собственную страну. А не искать, где у тебя враги. Значит, вы не опасаетесь, что придется извиняться. То есть если выяснилось, что Мамотов сказал правду, и что за этой акцией стоит Березовский, и проплачил, извиняться все равно не будете. Нет, видите ли, значит, я ведь не сказал... Я, значит так, вот давайте уточним. Да, прошу. Давайте уточним. Я сказал, я сказал, что люди, выступавшие против этого суда, делали это не по указке с Запада. Вот если он докажет, что мы делали это по указке с Запада, Яковлева Яна, председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-Солидарность». Вы знаете, в некотором смысле, когда я читала стенограммы заседания суда, я прочитала их все, я радовалась, что это дело произошло. Почему? Потому что я поняла, что я надеялась, что многие читают эти стенограммы и будет видно, как абсурдно выступает уголовное правосудие в данном деле, как идет это заседание, как кричит судья, как за семь дней были прогнаны все доказательства по делу и как отвергались все доказательства защиты. Я не говорю сейчас о том, хорошо, плохо, я просто говорю о том, что уголовное правосудие использовалось, и было видно, что оно используется, так же, как оно используется в заказных делах против предпринимателей. И тогда я вспомнила об истории нашего российского государства, где еще несколько десятков лет назад советская власть входила в церкви и расстреливала чиновников, и тоже уголовное правосудие использовалось для уничтожения религии, и нам говорили о том, что религия – это опиум для народа. И вот до сих пор наша власть, она не извинилась за те действия. Сейчас наша власть говорит, что религия – это святое, что то, что совершили эта группа, они нарушили все устои православия и так далее. Но я не услышала о том, что… А вот тогда, что это было? Почему расстреливали и уничтожали церкви? – Священники. – Расстреливали священников и уничтожали церкви. Вопрос мой следующий. Аркадий, не планируете ли вы, мне кажется, было бы как противовес этому фильму, правильно снять, может быть, какое-то расследование о тех временах и показать о том, что было тогда. Нужно честно смотреть свою историю и нужно об этом говорить. И мне кажется, согласны ли вы с этим, что должна ли власть публично, ну, в частности, Путин, я считаю, что это должен сделать президент, и покаяться за те времена, которые были, и сказать, что да, мы считаем, что это было преступление. Или у вас какое-то другое к этому отношение? – Можно ответить? – Да, конечно. – Здравствуйте. – Я не повезло, она не знала, что был 91-й год, и власть поменялась. – Да, Яна, в 91-м году было покаяние, три дня в августе, вот, это раз. Во-вторых, вы сказали, наша власть заходила в церковь и расстреливала там, и тут же наша власть должна покаяться. А вы что, ставите знак равенства между советской властью и властью, которая сейчас? – Просто мне кажется, я не ставлю знак равенства. – Вы так сказали. – Я не слышала о том, чтобы… У нас сейчас так возводится религия в такой вот, и вот на деле Пуссерайт показывается, что это самое святое, но в то же время эта же религия уничтожалась. – Яна, Яна, послушайте меня, пожалуйста. Ну, вы знаете, но я вам посоветую, если вы хотите, конечно, не примите за что просто. Вы знаете, вы можете купить или в интернете скачать исторические хроники Николая Сванидзе. Прекрасный материал. И о раскулачивании, и о… – Николай Сванидзе не Путин? – А при чем здесь Путин? Мы сейчас говорим о том, что вы хотели бы, чтобы я снял, но это уже снято, это уже показано. Это шикарные серии, которые рассказывают об истории советском периоде и репрессий внутри страны. Там и про Троцкого, и про Сталина, и про всех упырей, которые, значит, гробили нашу страну. Понимаете? Вы это все увидите, если хотите, конечно. Это первое. Второе. Что касается, значит, Путина, да? Вы про Путина что-то там напускаете? – Там, да. – При чем здесь Путин-то, я не понимаю, никак. Путина уже столько, ну, слава Богу, что он президент. Столько раз Путина и так, и сяк, и так, и сяк. А вы не задумывались над тем, что, может быть, это со стороны Березовского как одной из части вот этого акта, который совершился в храме Христа Спасителя Богомирского, может быть, это мотивы личные вместе, Борис Абрамович? Может, он все это готовил? Зная Бориса Абрамовича, как в 90-е годы, а ну секундочку, как он шахматные фигуры расставлял в 90-е годы, манипулировал, все может быть. Это первое. – Вы считаете, что один человек в Балаклаве был Березовский, что ли, который не найден? – Ну, вы не передергивайте, пожалуйста, не так нельзя. Я вам рассказываю о том, кто может за этим стоять. Поразмышляйте просто. Почему вы боитесь размышлять, критично относиться к тому событию, которое произошло в храме Христа Спасителя? Почему вы сейчас… Я про суд слова не сказал. Речь идет о том, не я пришел в ваши НКО или к вам домой, не я устраивал танцы на кухне, не я обижал ваших детей и вас, а пришли ко мне домой, в мой храм люди, которые ни с того ни с сего пришли и устроили там станинские пляски. Это первое. Второе, по факту говорю. Значит, когда мы брали интервью в СИЗО у всех участниц группы «Вбесившиеся женские гениталии», значит, там была такая Толоконникова по кличке Толокно. Вот что интересно, она нам сказала. Это в синхроне есть? Она сказала. Я же не все показал. Вы думаете, я все показал, что ли? – То есть будет еще третья часть? – Да что вы, что вы! – И пятая тоже, и седьмая, и девятая. – Дорогая моя, вы все увидите скоро, понимаете? – Так вот, что сказала эта женщина? – Она сказала, а чего вы так боитесь этого слова? – Уси Райт. – Чего вы так боитесь? – Да, это бунт. – Да, это погром. – Да, мы будем делать революцию. Вам само это не страшно от этих разговоров? Вы пытаетесь приучить бультерьера, который может броситься потом на вас. Вы понимаете, дело в том, что, к сожалению, история всегда повторяется в виде фарса или трагедии. Понимаете? Ведь может повториться и 17-й год. Не забывайте об этом. – Пожалуйста. – Да, добрый день. Андрей Луговой, ЛДПР, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции в Государственной Думе. Вот Аркадий, он человек деликатный, я постараюсь где-то, может быть, чуть пожёстче выступить, потому что на самом деле вот то, что я наблюдаю, то, о чём вы говорите, на самом деле омерзительно, гадко и выглядит очень по-подонски. Потому что на самом деле вы настолько умело и ловко перекручиваете все факты, касаемые фильма и вообще всей творческой деятельности нашего товарища, что я просто диву даюсь, потому что на самом деле общество раскололи и раскалываем не мы, а общество раскололи вы в 92-м году. Я в то время работал прикреплённым у премьер-министра Гайдара, я прекрасно вас помню, вы, наверное, тоже меня хорошо помните. Вы, кстати говоря, у него, если я не ошибаюсь, отвечали за пропаганду тех самых реформ, которые должны было принять российское государство. – Я не комментирую свою работу. – Как вы занимались пропагандой, мы все наблюдали, да, глядя на телевизор, в газеты с ужасом, чувствуя глубокое унижение за разваленное государство, которому вы в том числе приложили руку. Второй момент. Я на себе, как никто другой, испытал вот это ублюдство, прошу за выражение, со стороны западных средств массовой информации, которые мило были поддержаны в вашей либеральной интеллигенции. Почему-то никто с вашего лагеря ни разу не сказал хоть слово защиты в мой адрес. Вот вы здесь умело передергиваете письмами… – Давайте напомним, что вас обвиняли в том, что именно вы убили Литвиненко. – Да, да, и обвиняют. Кстати говоря, через неделю суд в Лондоне начинается. Через шесть лет. Шесть лет занимались подготовкой. Вот посмотрим, что будет представлено. – И вы ведь недавно прошли, как я понимаю, детектор лжи. – Да, я сейчас… – Как раз был сюжет у Андрея, я помню, замечательно. – Да, 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 мы вместе как раз я давал интервью. Но я сейчас до этого дойду. – Так вот, были настолько… – Я прошу прощения, вот вы сейчас очень хорошо ссылались на разного рода бумаги, да, и поставили в вину Аркадию в том, что, возможно, некое письмо или что-то написал он. – Вот почему вы здесь настолько требуете доказательств, хотя журналист наверняка работал, и когда меня обвиняли и были присланы какие-то документы об экстрадиции, которые никто в глаза не видел, которые ссылались только на западные средства массовой информации. Газета «Таймс», «Санди Таймс», «Сканьюз» об этом писали. Вы им безоковорочно всегда верите, а нашу журналистику вы ставите под сомнение. Вот почему вы всегда таким образом пытаетесь передергивать фактами? Что касается полиграфа, очень хороший такой вектор, и я благодарен вам, Владимир. Вот смотрите, когда я несколько часов работал с британскими специалистами по детектору лжи, где я под камерами в прямом эфире отвечал на вопросы. Хороший специалист, кстати, Скотланд Ярд спустя месяц запросил материал, и мы передали все это. Так вот, после того, как были опубликованы и в российских средствах массовой информации прошла информация в этой связи, и я был буквально атакован журалистами России с комментариями этой истории, за весь этот период мне не позвонила ни одно британское СМИ, ни одно американское СМИ, вообще ни одно западное СМИ. Как будто ничего подобного не было. Поэтому я прошу вас здесь не передергивать, а честно отвечать на те вопросы, которые говорили. Что касается Березовского, я вам так могу сказать. Я абсолютно уверен, что Березовский к этому, безусловно, приложил руку. Ему, конечно, я хочу пожелать эфира. А сколько лет вы знаете о Березовского? Что? Сколько лет вы знакомы с Березовского? Я знаком с Березовским с 1993 года. Через год юбилей 20 лет, как я с ним знаком. Березовскому, конечно, хотя он полный банкрот, он должен деньги черному, сыну президента Киргизии, должен деньги всем своим женам, Невзлину, Дубову, кому только я не должен. 100 миллионов адвокатам. Поэтому Березовскому, конечно, пожелаем кефира, теплого сортира и беззубой старости. А вы мне все-таки ответьте на вопрос. Почему вы так верите всему тому, что происходит там, и ставите всегда под сомнение, что происходит здесь, в нашей дорогой стране. Будьте так любезны. Вы знаете, мне, Андрей, вы, может, не поверите, но мне совершенно все равно, вы убили Литвиненко или нет. Меня это абсолютно не интересует, честно говоря. Меня не интересовала судьба Литвиненко, меня, честно говоря, не интересует, как это кончится с вами. Вот, ну, я вас видел, когда вы там Гайдара охраняли, а больше я сам не общался. Вот этот пример, просто моя история, я забыл сказать. Я это ездил, мы не знали. Ваша история, безусловно, очень интересна. Вот, и более того, если вас обвиняют не по делу, то это, конечно, трагическая история, я понимаю, и вам сочувствую, если это не по делу. Если по делу, значит, по делу, не знаю, меня это не касается, да, меня это не касается. Я вовсе не верил тому, что вы убили, не верил тому, что вы не убили, или там, не верил тому, что вы не убивали, и так далее. И вообще, меня это не интересует. Понимаете, ваш вопрос, он похож на вопрос, когда вы, наконец, перестанете пить коньяк по утрам. И когда? Понимаете? Вот, я вот не пью коньяк по утрам, понимаешь? Вот не пью коньяк по утрам, да. А вот не верит Андрей. И насчет вот этого, чего я там верю, нашей прессе, не нашей прессе, ихней прессе, да я, в общем-то, вы знаете, предпочитаю вообще не верить, а разбираться. Когда я вижу текст, вот видеоряд, как делает Аркадий, то я сразу не верю. Я понимаю, что это подтасовки, я понимаю, что это передергивание, что это вранью. Вот у меня такое впечатление. У многих людей такое впечатление. А понимаете, я вообще пытаюсь разбираться. Меня совершенно не интересует Березовский. Как вы меня не интересуете, извините, ради бога, так и Березовский меня еще меньше интересует. Вы хоть тот же живой человек передо мной сидите. А Березовский это давно уже, давно уже, вы интересуете. Меня повторяю. Да я не понимаю, чем передача-то не понравилась, если вас ничто не интересует. Я пытаюсь ответить наш вопрос. Вот. Спасибо. Кстати, хороший вопрос. Спасибо. Он ничего не интересует, но и до свидания тогда. Спасибо большое. Это передача, в моем понимании, в понимании моих друзей, которые сюда пришли, да? В моем понимании, это передача не о Мамонтове, не о Березовском и не о вас. В моем понимании, это передача о нашей стране, куда она идет. И меня крайне тревожит вот эта холодная гражданская война, которую постоянно разжигают государственные телевидения. Меня крайне тревожит, что людей верующих... А красота, это война. Я, дайте я отвечу. Ваш же, ваш же человек. Третья мусульман. Значит, меня крайне тревожит, что противопоставляют людей верующих и неверующих, образованных и необразованных, Москву и провинцию. Меня крайне тревожит, что когда люди чем-то недовольны, то говорят, что это их проплатил госдеп, или это психотропное оружие, или еще что-то. Если мы хотим жить по-человечески, мы не должны быть страной 16 века. У нас падают самолеты не случайно, к сожалению. В 16 веке не упало ни одного самолета. У нас, если пойдет, если у нас вот этот взрыв мракобесия, взрыв мракобесия, который сейчас в нашей стране и на телевидении идет, вот если этот мракобесие пойдет дальше... Вы же опять, вот только что взяли и разделили верующих от неверующих. Вот взяли и обвинили верующих, потому что они мракобесие. А верующие, нет, простите, пожалуйста, верующие, вера и мракобесие, это абсолютно разные вещи. Но это вы так считаете? 50% студентов верят в привидения, господа. Правильно, благодаря вам в 92-му году. Если это мракобесие будет продолжаться, у нас уже скоро будет летать только дельтаплан, все остальное упадет. А вот Америка, страна глубоко религиозная и очень христианская, и самолеты летают, пожалуйста. Да, самолеты летают, и иногда они попадают в башни в некоторые. Но когда ими управляют не христиане. Игорь Свинаренко, журналист, журнал «Медведь». А название у вас журнала с оттенком? Знаете, наш журнал начал выходить в 95-м году, когда те люди, которые придумали потом этого «Медведя», они там где-то... То есть вы не единоросс. ...подносили папки. Они не придумали, но украли у вас. Подносили бумаги на подпись. Да, то есть вы не единоросс. Нет. А в 95-м году бумаги на подпись подносил Гозван. Прошу. Я не знаю, кто подносил, я не подносил. Я был бы в Аклаве. Я с большим интересом наблюдаю за ходом сегодняшней дискуссии, потому что так редко приходится смотреть телевизор. Я, наверное, не являюсь его целевой аудиторией. И вот эта атмосфера такого боя, сражения, название «Поединок чего стоит». А вот эти непарламентские выражения и взаимные обвинения, это все, честно говоря, мне не очень нравится. И вот эта тема расслаивать общество, разгонять людей по фракциям, стравливать их с друг с другом, я недоволен этим. Понимаете, достаточно и так уже ненависти и злости у нас в стране. Достаточно много. И я бы предпочел как-то, чтобы люди договаривались. А если говорить вот о работе господина Мамонтова, нашего товарища, о его сюжетах, то лично мне, честно скажу, не хватает мнения второй стороны. Знаете, вот сказала одна сторона и другая сторона. А у вас как-то идет немножко одна. И почему вот Леонид говорит о том, что западным средствам массовой информации мы доверяем, увы, больше. Я учился на советском журфаке в советское время. И нас учили, что западная пресса делится на желтую, сенсационную. Но и там есть качественная пресса, которую цитировала «Правда», «Известие» и все такое прочее. А это качественная пресса. А то, что происходит у нас сегодня в журналистике, ну это как бы возврат к советской, как мне кажется, теме. И это все не очень красиво. Я хотел бы сказать, что Аркадий сделал фильм, и там не было про суд. Но мне не хватает сюжета про суд. Суд, как мне кажется, был суровым и жестоким. И самое важное, вот в этом суде и приговоре, что обвиняемым, да, и теперь же, дали реальный срок содержания в зоне общего режима. Это дети, это наши дети по возрасту. И я много... Вам сколько лет? Мне 55. Тогда да, учитывая, что там барышни третьи. Но у вас сейчас полстраны и дети. А по возрасту, да. Я проехал довольно много тюрем, когда писал книгу «Россия сидит». И эти условия, я вам скажу, ужасные. Я был в тюрьме, где сидят несовершеннолетние девочки. И я писал, что это ужасно. Это может быть самое отвратительное, что я видел в нашей стране. И вопрос? Это кормят баландой, понимаете, это ужасная дисциплина. Это хождение строем, эти наказания. Это отвратительно. Девушки не должны находиться в русской современной тюрьме. Не должны, Аркадий. Это ужасно. Мой вопрос вот в чем. Очень простой вопрос. А сколько им дали? Два года, да? Аркадий, каким был бы, по-вашему, справедливый приговор в отношении известного кощунника, который такую холу на церковь возводил, что это все не обряды, это шаманство и колдовство и ложь. И развалил церковь накануне революции. Лев Толстой. Какого наказания? Может быть пожизненное заключение? Может быть расстрел? Вот что? Скажите, я хочу узнать. Тем более, что ответ в истории был, и Лев Толстой был наказан религиозно. Разрешите, я отступление маленькое сделаю. Разрешу. Володя, публика, прошу обратить внимание, ни я, ни мои товарищи ни разу не произнести слова разделения, гражданская война, еще что-то. Противоположная сторона все время педалирует эту тему. Зачем вы это делаете? Передергивая факты. Мы ни о кого не разделяем, мы всего лишь защищаем от поруганий и богохульных акций храмы Русской Православной Церкви. Это первое. Второе. По поводу Льва Толстого. Лев Николаевич Толстой – это солнце русской литературы. Это наш национальный гений, которого мы все любим, и произведение его читаем. «Война и мир» – это, может быть, уже историческое произведение, по которому наше подрастающее поколение в школе знает о войне 1812 года. Слава Богу. Но Лев Николаевич Толстой был русской Православной Церковью, как сказать… Отлучен от церкви. Отлучен от церкви. Ему была высказана анафема. Он очень переживал от этого. Он написал свое в Англии. Это его дело. Я ни в коем мере не могу Льва Николаевича вот так вот осуждать. Знаете почему? Потому что он шелкается в те дни, когда он умер. Он умер на станции. Он шел кается. Он ехал в монастырь покаяться и вернуться в церковь. Но не попустил. Не получилось так. Что уж там, болезнь его остановила или люди какие, не знаю. Этот исторический факт присутствует. Вы почитайте, поизучайте это. Поэтому говорить мне, что я, какое наказание я придумал. Лев Николаевич, это от слова. Никакого наказания не придумал. Лев Николаевич уже у Бога, у престола. И там отвечает на вопросы. Он на себя отвечает. Это неубедительно. Нет, извините. Извините. Я первый информация, затем просите очень убедительно. Когда Федор Михайлович Достоевский совершил преступление против власти, он за это был подверген вполне конкретному наказанию от этой самой власти. Лев Николаевич Достоевский совершил, вошел в конфликт с церковью, церковь высказала. Здесь вы постоянно пытаетесь путать. Почему его не судил суд? Минуточку. Потому что и здесь суд судил. Не церковный. И не надо придумывать. У меня, конечно, простите. Наши суды отдельной темы. Мы делали передачи много раз. У нас всех так судят. У нас не этих девушек, женщин, кого угодно. У нас всех поднимают в 5 утра, омерзительно кормят. У нас карательная система, у нас жуткие тюрьмы, в которых сидят все. У нас нет отдельных тюрем для этих гражданок. Это трагедия нашей страны. Мы унаследовали жутчайшие отношения правоохранительной системы и всего этого блока. Поэтому выделять и говорить, что это было для них, это ложь. Когда вы говорите, читайте стенограммы, да почитайте обычные стенограммы. В нашей стране, как вы хорошо знаете, есть статья хулиганства до 7 лет. Это статью, которую не для этих написали. Это значит, что вот сейчас смотрят люди, чьи родственники сидят в тюрьмах до 7 лет, но никто не сказал в Думе, а почему же мы им 7 лет даем? Но все стали орать, когда эти совершили преступление и требуют, чтобы суд их отпустил. А судья не может этого сделать. Он действует по принятым законам в стране. Льва Толстого не судили за богохульство. О чем мы речь, и здесь не судят за богохульство, не передергали, судили за хулиганку. Прошу вас. И, кстати, не дали 282-ю статью, которую могли бы дать. Сергей Соколов, Федеральный информационный центр, аналитика и безопасность, эксперт. Все 90-е годы возглавлял службу безопасности АТОЛ, которая работала с тем самым Борисом Березовским и всю жизнь занимаясь информацией. 3-4 года назад ко мне обратился, я просто расскажу краткое вступление, 3-4 года назад ко мне обратился директор известной маргинальной группы «Коррозия металла» и сказал, что говорит, что у меня есть девочки, и я хотел бы сделать из них проект. Я не обратил тогда внимания, группа не называлась «Пуссер и Райд», там, как я не знаю, прозвучало название «Война», и я запомнил только из-за того, что он сказал, что девчонки симпатичные, наша программа такая, что мы хотели бы заняться агентурной деятельностью, чтобы девочки занимались там подкладывать под клиентов и собирать информацию. Подготовь их, пожалуйста. Почему он обратился ко мне? Потому что у меня в группе было очень сильное агентурное подразделение. Я не обратил на это внимания, запомнил только одно, когда он сказал, там у нас есть девчонка классная, показал мне фотки, и запомнил ее, ну как сказать, прозвище, что ли, Надя Толокно. Потом проходит какое-то время, и я совершенно случайно вижу, что вот эта девочка такая, она достаточно симпатичная, совокупляется публично в музее в каком-то, в биологическом музее. Для меня, конечно, это было удивление. Тогда я не помню, было название это «Пусси Райт» или «Не Пусси Райт», но дело в том, что для меня, как человека, занимающийся информацией и не говорящей там языком эмоции, это было хулиганство, да, хулиганство у нас карается законом, да, есть определенная статья. Потом следующий факт, с этими же девочками я видел, когда они вывесили там какие-то муляжи там людей и призывали нас бить гастарбайтеров, таджиков и прочее, прочее, прочее. Для меня, как человека, занимающийся информацией, это призыв к терроризму и к разделению общества на своих и чужих. Не Мамотов разделяет общество, а вот как раз ваши вот эти «Пусси Райты» и разделяет общество. Потом, вот самые последние, я видел, когда они в Храме Христа Спасителя, я не говорю, какой они богохульный акт не совершили, не богохульный, они нарушили закон. Почему, если кто-то, например, пьет на улице там или там мочится в кустах, его забирают и дают конкретный срок, а этих девочек, собственно говоря, они какие-то страдалецы там. Потом они никакие не девочки, они самые настоящие провокаторши. Поймите, что по своим действиям, которые они осуществляли и акциям, это провокаторши. И ко мне подходили конкретный человек, конкретные группы. А почему, я вам тоже могу объяснить. Потому что вот эта самая группа, да, она устраивала оргии после концертов, где были многие, ну, политики, депутаты сегодняшние дни, там, я их, конечно, сдавать не буду, потому что они... А жаль. Ну, знаете, там, у них же жены там, это самое, и потом темы как бы не об этом. Вот. И эти механизмы используются. Что касается Бориса Абрамовича, я с ним проработал 10 лет. И знаю великолепно, что человек, даже если он не... Потом мне этот человек, когда предлагал готовить агентуру, предлагал очень приличные деньги, да. Я не думаю, чтобы они своими концертами великолепными, с чудесной музыкой могли столько заработать. То есть я мечтаю ответить на вопрос. Да, ну, конечно, но и прежде чем задать вопрос, я должен его как бы сформулировать, правильно, если вы не против. Вот. Поэтому я могу сказать, что Борис Абрамович всегда склонен подхватить любую провокацию. Это было из дела Литвиненко, когда обвинили Андрея Луговола в убийстве, так сказать, Литвиненко. А мы провели целое расследование. Вы знаете, вы как человек воспитанный, и раз я с вами беседую, не надо делать скучающий вид, понимаете? Мы же вас слушаем. Вы же извините, пожалуйста. А мне это как раз интересно. Это кто тогда убил, на самом деле? Мы провели расследование. На самом деле, выезжала туда, полония пошла с острова Борса-Кельмес. Мы провели расследование, об этом оповестили соответствующие структуры. Он дошел, мы его довели до Парижа и приезжал туда по описаниям, и мы это запротоколировали. Не по отсутствию, сам Литвиненко. И смерть Литвиненко – это, скажем так, неправильное обращение с опасными веществами. А если бы Андрею потребовалось бы отравить, то ему бы пришлось прийти туда в спецкостюме, и при том он был там с детьми, и все бы пришли, представляете, все бы пришли в центр Лондона в спецхимических костюмах. Так вот, я вам могу задать вопрос, собственно говоря. Для меня действия вот этих женщин классифицируются конкретными статьями Уголовного кодекса. На мой взгляд, прежде всего, нужно было совокупить все эти статьи и судить их за экстремизм. Понимаете? Это экстремизм. Если я вас спрошу, поддерживаете ли вы экстремизм, вы, естественно, скажете, что нет. Скажите, пожалуйста, действительно ли вы считаете, что это просто безобидная забава сошедших с ума девочек? Значит, видите ли, я, в отличие от вашего агентства, их ни к чему не готовил. Ко мне с этим не обращались, мне никто не платил деньги. Нет, вы, кстати, к вам обратились. А, обратились, я понял, хорошо. Я о существовании группы Pussy Riot узнал не просто после того, как они сплясали в храме, а после того, как вокруг этого раздули то, что раздули. Если бы не раздували, я бы про них вообще никогда не знал, да? Простите, а что раздули-то? Простите, можно я отвечу? Дайте ответить. Можно, слушайте, теперь уже отвечаю я, ладно? Хорошо. Вот, теперь вы говорите о законе, да? Я не прокурор, я не юрист. Я вижу, что суд против них шел жестоко. Вот это я вижу. Я вижу, что им не давали есть. Володя говорит, другим тоже не давали есть. Верю, верю, конечно. Я знаю, что их не выпускали в туалет. Вот, девчонок не выпускали в туалет по пять часов из этой клетки. Да? Я не понимаю, какое отношение к судопроизводству имеет вот такая пытка. Зачем это делается? Можно я отвечаю уже? Все, я вас выслушал. Спасибо. Так вот, я все этого не знаю. Вы говорите, надо было соединить, обвинять по статье терроризм. Ну, пусть бы и соединяли, и обвиняли. Я-то при чем? Простите, пожалуйста. Я-то при чем? Я кое к этому имею отношение? Никакого. Мы вообще пришли. Значит, во-первых, во-первых, значит так, уже даже не Мамонтова обсуждаем, что мне кажется неинтересно, честно говоря. Ну, просто извините, ну, потому что это как бы не есть тема публичного обсуждения. А интересно страна, можно я скажу, да, можно я буду говорить теперь, да, вот теперь мое слово. Вот я считаю, что мы должны обсуждать страну. Мы не должны обсуждать то, что произошло, ну, мне пока мне совершенно неинтересно, то, что произошло в храме Христа Спасителя, по той простой причине, что по этому вопросу все все уже сказали. Хочу повторить еще раз свой тезис, сводить один из своих тезисов, да, разделять народ, а я утверждаю, что программа «Аркадия» разделяет людей, вот я в этом убежденно обсуждаю. Так, вы мне не даете сказать, вы мне не даете сказать. Я понимаю, что вы обладаете информацией, вообще проводили расследование, но сейчас отвечаю я. Так вот, я считаю, что программа «Аркадия» Мамонтова разделяет людей и натравливает людей друг на друга. И второй мой тезис. Нельзя ни в коем случае искать внешние причины своих несчастий. Вот, Володя сказал и полностью согласен. У нас безобразный суд, абсолютно. Это тоже Березовский виноват. У нас грязь на улицах, это тоже Березовский виноват. У нас пенсионная система развалена, это тоже Березовский виноват. Для какого черта давал Березовский? Дался вам один эмигрант. Давайте смотреть, что у нас происходит. У нас воров мало здесь, или они уже все в Лондоне. Их, по-моему, вон, навалом вообще посмотреть в центре Москвы, внутри бульварного кольца, правда? И во всех правительственных зданиях. Пожалуйста. Алексей Мухин, руководитель Центра политической информации. Я предлагаю забыть о Пусси Райд, потому что на самом деле они свои потные ладошки в грязи вечности уже отпечатали. Все. Достаточно. Потому что они страдалицы, они замечательно сидят, я думаю, к удовольствию. Потому что адвокаты после того, как закончился процесс, пошли в ночной клуб праздновать. Это факт. Что они там празднули, непонятно. В ночной. Теперь относительно ситуации с Березовским. Мы выясняем вопрос, был ли мальчик. Скорее всего, проходил мимо. Потому что, а, Березовский сейчас находится не в такой ситуации, чтобы осилить такую масштабную финансовую акцию. Он охотно раздает деньги, но не свои, а чужие. Если он раздавал чужие деньги, да, скорее всего, возможно, этот след здесь есть. Теперь объект. Объект Русская Православная Церковь и Верховная Власть России. Но с Верховной Властью России все понятно. Путин очень неуступчивый политик, поэтому врагов у него много. Чем же провинилась Русская Православная Церковь? Дело в том, что непосредственно до выступления Пусси Райд она инициировала ряд проектов по ограничению пропаганды гей-ценностей для молодежи. И началось. На самом деле, мне кажется, что заказчиком этого мероприятия было гей-сообщество, которое очень заинтересовано в площадке, в России экономической площадке. И у которых денег точно больше, чем у Березовского. Это большой бизнес, денег много, связей много. Именно поэтому часть групп поддержки, которые вступились за Пусси Райд, были определенной сексуальной ориентацией. Я правильно понимаю, что вы ни в чем не подозреваете Леонида Гозмана? Ни в коем случае. Я уверен также в том, что у гей-сообщества росли уши. Возможно, Вашингтонская, возможно, Лондонская. Возможно, часть шерсти на лондонском ухе была шерстью Березовского. Как вот красиво излагается эта теория. Но на самом деле, мне кажется, что ситуация поворачивается таким образом, что нельзя игнорировать внешний фактор, Леонид. Он есть. Судя по масштабам бедствия, а это бедствие, я имею в виду, возвращаюсь, простите, все-таки к Пусси Райд, по ущербу имиджу Российской Федерации, оно похлеще дела Березовского будет. Мой знакомый германский журналист, когда наблюдал за этим процессом, он говорит, Алексей, странное дело, тарелок иностранных средств массовой информации на деле гораздо больше, чем когда судили Ходорковского. И меня это, честно говоря... Зачем же наша власть такую дурю устраивает сама против себя, скажите, пожалуйста. Я сам удивлен. Я сам в шоке, если честно. Сами удивляемся. Я сам удивлен. Теперь вопрос. В начале программы прозвучало, что Аркадий выступает за веру, Леонид за отечество. Можно вам все-таки договориться? Чтобы не разделять. Красиво, да. Нет, видите ли, в деле в общем, в деле в общем, что вера... А вы по фразе ответите, вам как раз предложили объединиться. А вы вообще обоих нас спрашивали, между прочим. Да, я и говорю. Значит, понимаете, веры у нас разные. Есть люди одной церкви, другой церкви, атеисты, как я, да? А вот страна у нас одна. И вот эту страну надо защищать всем вместе. И любое разделение, любое разделение мне представляется крайне опасным. Любое разделение. Спасибо за вопрос. Конечно, я не разделяю себя с Леонидом Гозманом. Он мой соотечественник. Мы из одной страны. Вера и отечество для меня понятие совместное. Атеист он или верующий человек. Я защищаю в данной программе и буду защищать, пока буду работать. Да и когда я не буду работать. А ценности традиционные, которые присущи моей родине. Если случится что-нибудь с синагогой, вы думаете, я не пойду за синагогу? Пойду. Если не случится что-то с мечетей, я пойду за мечеть. Потому что с буддизмом, с буддизмом. Потому что, объясняю вам, традиционные веры, традиции, они скрепляют и сохраняют наше государство. Если дать их на поругание, не будет ни нас с вами, ни Леонида, ни Аркадия, ни Володи, ни всех, никого не будет. Будет территория зачищенная. Пока есть вера, пока есть традиции и есть страна. Раунд завершился. Отдохните, подсовещайтесь с вашими секундантами, а я поговорю с третейским судьей. Направление правильной мысли. Девки отплясали, и они взбодрили весь мир, включая нашу страну. А суть направления правильная. У нас страна летит в пропасть. И за штурвалом 14 лет сидит шеф-пилот Путин. Это единственный и главный капитан корабля отвечает за все. И он должен нести ответственность, включая уголовную. Я за ним наблюдаю уже 14 лет. То есть эта работа уже что, не твоя? Или что, это уже ничего не значит? Или либеральные средства массовой информации обращают внимание на Аркадия Мамонтова только в том случае, когда он начинает говорить о политике, о том, что о каких-то вещах, которые мешают России нормально развиваться. А всю остальную любимую часть репортажа, которых 90%, что Аркадий Мамонтов не Аркадий Мамонтов, он не занимается... Образование, здравоохранение. Мы все валим на министров. Сердюковы, Нургалиевы виноваты. Ни в коем случае. Их назначил конкретно гражданин Путин. Поставил их на эти должности. Хотя они не специалисты все. Никого он не снимает. Все уходят только на повышение. Чем больше развал в министерстве, тем выше повышение. Помощник президента, советник президента. Вот это мое мнение. Поэтому вот он, вот я, мое мнение, это врать. Ни Пузький, ни прочие, кто пляшет, кресты режет. У России один... Его квинтэссенция выступления Мамонтов разделяет общество на части. Правильно, вы не разделяете. Но есть... Наверняка... Что это ты сказал? Вы звонили, не брал трубку? Он начал говорить и вырубился. Он, по-моему, не очень готов говорить. Я попробую сейчас еще раз позвонить. Значит, главное, что... Вы уже прошлись по этому вопросу, но к нему обязательно вернуться в третьем раунде. Он будет то же самое говорить о том, что вы разделяете. Каким образом вы разделяете общество, защищая ценности этого общества? Напоминаю, что вы смотрите, наверное, самую удивительную программу сегодня. Хотя бы потому, что во время этой программы всплывают новые-новые факты и версии. И вот нашему третейскому суде Игорю Леонидовичу предстоит осмыслить их, так как, к счастью, но третейский суде отдален от эмоциональной части беседы. Ну, слава Богу, я не буду выносить приговор. Да, это ты вернешься. То есть, который подлевит обжалованию и так далее. Тем более, на мой взгляд, сидеть вообще никто не должен. То есть, по крайней мере, за то, что было совершено, мне не нравится. Я уверен, что достаточно было бы условного срока, и не надо никаких двух лет. Вы помните в Евангелии сцена, когда грешницу приводят Христу, и что он говорит? «Иди и больше не греши». То есть, он отпускает. Что касается государства, то если бы даже они пели, там, скажем, был молебен «Голосуйте за Путина», то государство должно было реагировать точно так же. Потому что не важно, что они пели. Важен сам факт. Тут, кстати, было интересно... Но только выяснилось, что они-то как раз ничего не пели. Да, там наложили текст. Но я говорю, что не важно, что вот эти... Само это бесовское облачение, куклу-клановское, да, с прорезями. Кстати, зеркальное по отношению к нашему ОМОНу. Наш ОМОН тоже ходит в таких инквизиторских... Не думаешь, это вызвано такой же необходимостью. Тоже ходит в таких прорезях. Вот, в глазах. Это личины. Это всё личины, понимаете? Это личины. Другое дело, что из них делают Жанна Д'Арк. Вообще, я не удивлюсь, если завтра поступит предложение их канонизировать. Канонизировать. Как поступило предложение канонизировать Толстого в своё время. Один священник выскал такую бредовую идею. Кстати, о Толстом. Я должен сделать одну поправку историческую. Он не был предан анафему. Анафемы не было. Не было анафемы. Он был даже не отлучён. Там было в постановлении Синода было сказано, что церковь признаёт его отпавшим от церкви. И она молится за него. То есть гораздо более... Да, он был признан отпавшим от церкви. И то, так сказать, церковь не отвергала его. И церковь не должна отвергать этих людей. Она должна молиться за грешников. Но поскольку ещё государство не стало церковью, это идея одного из героев, братьев Карамазовых, что государство сливается с церковью, оно ещё не слилось, оно ещё отделено, то государство обязано реагировать на хулиганство. Государство обязано оставаться в поле правовом, конечно. И то, что из них, вот то, что этот шабаш идёт, это пляска на Лысой горе, конечно, то, что они устроили. Это, конечно, не может вызвать никакого сочувствия. И дело даже не в этом факте, когда эта пляска была, а дело в реакции. Что из этого сделали? Дело Дрейфуса, дело Бейлиса вообще. Раздули. Процесс века. Процесс века. Но это показывает наше, куда мы зашли. Куда мы зашли. Как далеко мы зашли. Это очень глубокая мысль. Если можно, я постараюсь её развить во время третьего раунда, беседуя с нашими участниками. Не уходите далеко, продолжайте голосовать. Прошу вернуться на свои позиции. В этом раунде вопросы вам буду задавать я. Аркадий, я обещал, что с первого раунда вопрос. Вас Леонид де-факто обвинил в том, что чуть ли не сами вы письмо поделывали. Я не могу это никак верифицировать, но почему-то вдруг сложилось такое мнение, что вы чуть ли не рукоподатный, плохой. Вот можно задать вам вопрос? Вы когда-нибудь в Чечне были? Да. Во время боевых действий? Да, я был первый раз в 92-м, браунт-рюю Дудаева, в Грозном, во время Синен-Душского конфликта стоял на разделении между российскими войсками и тогда чеченскими отрядами. Потом я был в 94-95 год, первая кампания, и потом Дагестан в 99-м, вторая кампания. Во время этих командировок случалось ли нечто, после чего вы были представлены государственным наградом? Да, было, Володя, но зачем? Вот и я об этом. К тому, что многие мои коллеги, которые сейчас через губу говорят о Мамонтове, не хотят вспоминать, как светочи демократической журналистики боялись выехать из своих кабинетов, а Мамонтов был на передовой, и свистели пули, и Мамонтов за это был награжден. Поэтому, так как в последнее время у нас почему-то стало принято негативно отзываться о людях и чернить их репутацию, к счастью, еще есть те, которые помнят историю. Аркадий, вот Леонид многократно говорит, и внутренне, многие, наверное, соглашаются, не надо разделять общество. А почему не надо разделять общество? Почему не надо говорить то, что за произошедшим вот этим мерзким деянием, рядом мерзких деяний, ведь были акции с погружением куриц в гениталии, и это было сказано, что это борьба с правом женщины рожать теми же самыми гражданками. Была мерзкая акция с повешением чучел гастарбайтеров, как они говорили, а по большому счету это граждане, просто те, которым внешне не нравятся. Были последовательные мерзчайшие акции, но ведь была и часть общества, которая заигрывала и с группой войной, и с Петром Верзиловым, и с этими гражданками. Ведь были в Министерстве культуры, граждане которых тяжело назвать обладающими хотя бы иллюзией мозга, которые выдвинули группу войну за мерзчайшую акцию на премию, и вручили им де-факто от лица государства премию. Ведь были те, которые все время поддерживали. Была либеральная часть нашего общества, которая говорила, да это нормально, которая проводила выставки откровенно антирелигиозной направленности, которая считала, что уничтожение икон – это такой перформанс, это акт, тем самым постоянно подталкивая наиболее оголтелых и мерзких к такого рода деяниям. Почему же тогда мы не говорим о том, что на скамье подсудимых должны быть не только эти, но и тот, кто снимал акции, тот, кто ее проплачивал, тот, который поощрял эти акции, и все те, которые многие годы, как очень верно сказал наш третейский судья, работали над разложением морали россиян, над уничтожением представления о том, что хорошо, что плохо. Может быть, пора и об этом снимать, вытаскивать всех и не стыдиться того, что есть враги внутри страны, и мы не должны делать вид, что мы все едины, и мы должны разделять, в частности, по тому Рубикону, который предложил и уважаемый Леонид. Я не хочу считать, что меня не должно ничего отделять от воров. Воры мне враги, продажные судьи мне враги, мерзавцы-тюремщики, мучающие своих жертв, для меня враги, казнокрады для меня враги, я не хочу с ними объединяться. Понимаете, Володя, дело в том, что, к сожалению, мы на смене формаций, на смене эпох, на смене психологии, философии, отношения к жизни, мы с Леонидом из советского прошлого. Хотя он, наверное, больше демократ, чем я. Я признаю это. Ну, пожалуйста. Но вся штука в том, что поколение, которое приходит нам на смену, которым сейчас 20 лет, потом будет 30, эти люди не получили базового морального образования. В них не вложили базу. И в этом смысле виноват Леонид. Потому что он и его люди... Нет, одну секундочку. Я не обвиняю вас как лично, понимаете, да? А вашу работу в 90-е годы вы были в той элите. И от вас зависело, какие дети, которые там тогда были детьми, какими они вырастут. И вот благодаря усилиям, которые были предприняты той политической элитой в 90-е годы, сейчас эти дети подросли. Подросли сейчас эти дети. И сейчас эти дети, это Надя Толоконикова, несчастный человек, Алехина, Самусеевич и прочие-прочие. Они несчастные. Потому что им, этим детям, они ждали от вас слово правды, источника живого ждали от вас. Что вы им дали? Вы им дали другое. И сейчас эти дети превратились в монстров. Они превратились в монстров. Поэтому и курицы, по этому монолитейному мосту, эти всякие штуки. Одну секунду, я отвечу. Поэтому и апофеозом всего послужил. Говорите мне, поэтому я вам отвечу. Это очень не страшно. Я отвечаю вам. Не волнуйтесь. Хотите, я... Радь Богу, да. Говорите. Аркадий, говорите. Вот. Понимаете, эти люди, эти люди, они несчастные. Я их не считаю врагами. Мне их жалко, этих молодых ребят и девушек. Даже кто мне письма писал с угрозами, их жалко просто. Потому что они не получили того фундамента жизненного. Понимаете, правильно ли Гойда сказал в передаче, что он сказал, люди похожи, которые так себя ведут на собаку, которая лежит в пилу. Кровь с языка капает, а она с удовольствием продолжает лизать, получая насклаждение от собственной крови, умножая и приближая свою гибель. Понимаете? Это первое. Второе. Минута, Володя, минута. Буквально. Я почитал ваше ЖЖ, где вы в прямом эфире онлайн писали, как вы смотрели мою программу. Вы знаете, Леонид, ну вы же интеллигентный человек. Ну зачем вы обозвали людей, которые сидели в студии идиотами? Что, Валерия идиотка? Или Цыплако идиотка? Или Цыганова идиотка? Или там священники сидели? Или просто люди, которые... Почему вы их назвали идиотами? Зачем вы это сделали? Ну это просто призыва невменяемым по суду. Ну зачем? Ну послушайте, не про суд сейчас идет разговор. призыва невменяемым кто? Не про суд. Значит, программу... Догадается у нас нет. Давайте я вам отвечу. Отвечу вам еще раз, чтобы вы наконец поняли меня. Поймете, не поймете, ну что делать? Я делал эту программу... Я не мешаю, что все время... Минута, ну подождите, ну вот, минута пошла, все. Я делал эту программу только для одного, чтобы людям попытаться рассказать, что произошло, кто за этим стоит. Получилось у меня, не получилось, я считаю, что получилось, я это сделал. Что касается письма, которые я показывал, это все. Ну поверьте, еще не вечер, поверьте. Что вы передаете? Леонид, можно одно... Вы интегрировали. Знаете что? Вот знаете что, Аркадий, вот эти самые девочки, которых вам жалко, да, они... не было слышно жалости в вашем эфире, а было слышно наоборот, толкни падающего. Где в Евангелии написано падающего толкай, пинай на огонь? В русской культуре? В русской культуре? В русской культуре? Я вас слушаю. Я вас слушаю. Я вас слушаю. Простите, Леонид, основа русской культуры, основа русской культуры, милость к падшим призывал. Где эта милость была в вашей программе? Ни черта подобного там. Леонид, вы меня извините, я тебя готов ответить. Еще не чисто упоминаете. Подождите, вот каждый раз, когда начинается спор о Евангелии и его ведет атеист, вот сейчас не хватает мне евреи с вами вступить в теологический спор. Да, да, да. А я с вами не согласен, Володя, в принципе, я вам это писал, я вам это писал, я в принципе не знаю, мы все живем, все, вне зависимости от того, к какой вере мы относимся и относимся ли мы к какой-либо, мы живем в стране христианской православной культуры. И поэтому, поскольку евангельские принципы... Ее знать, поскольку... Потому что, когда люди, почитавшие Евангелие в детстве случайно и не изучающие глубоко, пытаются судить о Евангелии, это выглядит... Я не сужу. Извините, это выглядит по крайней мере начетничным. Значит, я считаю, что каждый человек имеет право говорить. Я считаю, что человек имеет право говорить тогда, когда у него есть знания и жизненный опыт. У меня есть знания. Потому что представить, что человек, который будет рассуждать о ядерной физике, человек, который будет рассуждать об онкологических, об операциях, необходимых нам по борьбе с раком, и при этом будет иметь три класса образования, то его мнение... Это вы не про меня? ...будет ничтожное. Нет, конечно. Не про меня. Слава Богу. Значит, я могу рассуждать. Я рассуждаю. Но вы не можете рассуждать, вы меня простите, о вопросах теологических. О теологических никогда. Совершенно верно. И поэтому начинать говорить, что и как, на наш взгляд, написано в Евангелии. Почему же? Я его читал очень внимательно. Вы меня извините. Да, я просто исходя из того, что вы сказали, где написано «толкни». Потому что дальше пойдет фраза, что Христос сказал «не мир я принес, но меч», и дальше пойдет фраза, что в христианской традиции Эту фразу вы цитируете за много месяцев. Много месяцев, потому что вы никак ее не можете понять. Точно так же, как ваш никак не может понять уважаемый представитель известного журнала, что без микрофона кричать бессмысленно. Но давайте вернемся к сути. А суть очень простая. Суть очень простая. Леонид. Да. Вы говорите, не надо делать эти передачи. Вы человек, которым много лет занимались разнообразной работой, в том числе организационной. Вы можете допустить мысль, что проходит акция, заносит кто-то аппаратуру, кто-то приглашает журналистов, кто-то проводит видеосъемку, сразу практически готовит видеоролик, распространяет видеоролик. После этого кто-то каким-то образом должен подойти к западным исполнителям, объяснить им вообще, что на самом деле произошло, какие слова сказать, где это будет сделано, подготовить их, привезти и сделать. Вы считаете, что здесь никакой организационной работы нет? Я думаю, что ее скорее нет, чем есть. Объясню почему. Вот когда 100 тысяч человек 10 декабря пришли на Болотную площадь, то не было никакого госдепа, который раздавал деньги или печенюшки. Вот они пришли, потому что они так захотели. Я верю. Я верю. Секундочку. Пришел помолиться в храм Христа Спасителя, куда совершенно случайно пришли еще люди. Ты говорил не про это. Вдруг я говорил именно про это. Нет, ты говорил после. Извини, извини, изволь, слушать внимания. Они, видимо, пригласили. Так вот, нет, секундочку. На четвертой организации было. Вот в чем мы отличаемся, по всей вероятности, вот в чем у нас различия. Во многом. Это есть, а я нет. Да, совершенно правильно. Так вот, кроме этого, есть еще одно отличие. И у меня, я думаю, что это отличие, которое разделяет не только нас с тобой, но и меня, и Аркадия. Я убежден в том, что наша страна будет нормально жить, нормально развиваться. У нас будут компьютеры, самолеты, высокая продолжительность жизни и так далее, если она будет свободной. Если будут уважать свободу каждого человека. А если человеку будут сверху вот так навязывать во что ему верить, что ему там есть, пить и так далее, то тогда у нас будет так, как сейчас. Я бы не хотел, чтобы было так, как сейчас. Лень, скажите мне, пожалуйста, вам кто-то навязывает во что верить? К вам приходит, кто тропоп, бьет вас по лбу крестом с криком, немедленно кричьтесь? Отлично. Поскольку ты мне задал этот вопрос, я тогда могу ответить. Да, пожалуйста, конечно. Вот мне интересно, куда торопился игумен Тимофей, пьяный в сосиску, на этом самом БМВ открытом, сделав аварию, да? Вот куда он торопился? Так дурак и мерзавец, за что и был осужден. Не, простите, он не был осужден, он был лишен прав. Лишен прав. Лишен прав. Ну да. Он не запрещен к служению. Нет, извините, насколько я понимаю, уже запрещен к служению. Он запрещен к служению. Наконец сообразили. Почему наконец сообразили? Они с этого начали. Нет, с этого они не начали. Так вот, не торопился ли он в школу преподавать основы православной культуры? Вот я не хочу, чтобы Игумен Тимофей преподавал в школе основы православной культуры. А он должен был преподавать основы православной культуры? А знаешь, несколько учителей физкультуры были осуждены за педофилию. Ты предлагаешь запретить уроки физкультуры? Нет, нет, нет. А затем, прости, конечно, еще вот ты мне сказал фразу, которая каждый раз, когда она произносится в нашем отечестве, меня восхищает. Ты говоришь, только если в нашей стране будет свобода, то будут самолеты. Ты знаешь, в нашей стране были самолеты, они не падали, когда свобода и не пахла, а воняла на всю страну жутким, страшным концлагерем. Зато сейчас в Ливии запах свободы таков, что они американского посла растерзали. Поэтому давай все-таки не идеализировать и не придумывать историю трагически. Давай они про Ливию. Но я с тобой согласен 100%. Я с тобой на 300% согласен, что наши суды ужасны. Я с тобой на 500% согласен, что по тем статьям, которые инкриминируют, люди зачастую не должны сидеть в тюрьмах. Я с тобой на 700% согласен, что сама идея СИЗО и содержание людей, де-факто пытки, омерзительны. И этого быть не должно. Договорились. И очень важно, давай все-таки отделять зерна от плевел. Да, давай говорить об этом, а не о том, кто во что верит. Отнюдь, потому что как раз порядок состоит в том, что для начала, когда все призывают уважать чувства других, так давайте не допускать такого рода омерзительные акции. Не кричать, что суды плохие, мы это и так делаем каждый день, но посмотреть и в корень вещей. А корень вещей такой, что мерзавки пытаются выдать за искусство то, что является ведьминским шабашем. Эти ведьминские танцы, по-другому не называются, они осквернили храм, построенный в память о героях, погибших во время Отечественной войны 12-го года. 40% опрошенных студентов верят в существование ведьм. Поздравляю тебя. А ты считаешь, что нет? Мало это, я тебе скажу, что на мой взгляд, издать молот-ведьм, зачем летают? Многие на самолетах летают. Мало это, и солдуны, я тебе скажу, по секрету, существуют. А когда посмотришь на морды некоторых наших политиков, и в бесноватых поверишься. Это правда. А вопрос можно задать? Не надо. Все вопросы задали. Тем более, Аркадий, у вас есть страшное оружие, вы снимете очередную серию, и там прозвучат все вопросы. Сейчас короткая реклама, не уходите, не пропустите кульминацию. Прежде чем вы узнаете результаты голосования телезрителей, позвольте представить нашего третейского судью. Это писатель и историк Игорь Волгин. Игорь Леонидович, прошу вас. Да, ну вот у меня такое ощущение последние месяцы, что мы все присутствуем в театре абсурда. Несколько, ну, мягко говоря, дур поставили на уши всю нацию. Идет обсуждение вот этого сюжета, как будто это главный сюжет нашей жизни. И говорить о западных каких-то источниках их финансирования можно, конечно. Но мы сами в течение многих лет готовили этот акт. То, что мы допускали на телевидении, то, что мы допускали в публичном пространстве, когда ругались матом в театрах. Это все подготовка была моральная, нравственная от того, что произошло. И, конечно, я допускаю, что на Западе есть люди заинтересованные там и так далее. Но мы сами это все сделали. Наше общество к этому все привело, в конце концов. Вот. Потом еще какой момент. Ведь известно, что Бог по ругаем не бывает. Бог по ругаем, он не оскорбляется, Бог. По ругаем и мы. Потому что вот то, что совершено было в храме, это одинаково оскорбительно и для верующих, и для неверующих. Это оскорбляет, прежде всего, наше нравственное чувство, наше понимание культуры. Потому что сакральное пространство – это часть культурного пространства. И для всех, независимо от того, человек верующий или неверующий, это глубокое оскорбление. Но они добились свои цели. Вот как Герострат стал Геростратом, сжег храм, так и они стали Геростратками. Они уже превратились в коммерческий проект. Они хотели пиара, они хотели публичности. Это стоит сейчас уже по миллиону долларов каждая. Они стали коммерческим проектом. Они добили своего. И мы все это поддержали, как бы, нашими, вот, как бы, нашей истерией по этому поводу. Ну, есть, скажем так, вот, что говорит Христос, когда привели грешницу? Он говорит, иди и больше не греши. Но надо помнить, что Христос изгнал торгующих из храма. Причем изгнал бичом. Бичом. Тут две стороны. Две стороны есть. И я вот о чем думаю. Я думаю о том, что, что будет с их детьми. Вот они, двое из них имеют детей. И как будут дети, когда вырастут, относиться к этому? Вот наши потомки, скажем, следующее поколение. Как они будут относиться к этому ужасу? Как, вы знаете, вот как дочь Дантеса, который, значит, дочь Дантеса своим отцом не разговаривала. Она любила Пушкина. У нее был культ Пушкина. Вот я надеюсь на то, что следующее поколение найдет правильный ответ на то, что с нами происходит сейчас. Я надеюсь на это. Хотя надежда слабая, честно говоря. Спасибо большое, Игорь Леонидович. Мы волей-неволей говорим о моральных устоях и говорим о душе. Я благодарен Аркадию за блестящие журналистские работы. Я благодарен Леониду за мужество и то, что он каждый раз на бат бьет, говоря о том, что, люди, посмотрите, в какой стране мы живем. И, конечно, как неприемлемо оскорбление религиозного чувства, так как оскорбляет и наши чувства безумный уровень коррупции, подлости, предательства и несвободы. Поэтому я надеюсь, что здесь вы найдете возможность пожать друг другу руки и, не увлекаясь взаимными оскорблениями, поймете, что правда, какой бы она ни была горькой, иногда требует всего лишь того, чтобы ее услышали и только потом давали оценки. А пока вы обдумываете такие глубокие речи на ночь, у вас есть возможность заодно узнать, кого из вас сегодня народ признал победителем. Спасибо. По результатам интерактивного голосования с большим перевесом победил Аркадий Мамонтов. Продолжение следует... Продолжение следует...